Добрый день дорогие друзья! Рад приветствовать всех на стенде компании MusicMag и я вам расскажу о очень интересном синтезаторе от шведской компании Teenage Engineering. Это вот такое замечательное шведское чудо. Как я сказал, что это синтезатор, но это не просто синтезатор, у него масса интересных фишек и функций. Он может быть синтезатором, он может быть сэмплером, он может быть ленточным рекордером, он может быть FM приемником, он может быть даже микрофоном и есть еще пару секретных фишек, о которых я вам могу сказать уже в личной беседе. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть несколько типов синтеза, инструмент полностью цифровой, вы можете сохранять пресеты, пресетов здесь много на различный, как говорится, вкус. Инструмент, несмотря на то, что маленький, звучит очень интересно, звучит достаточно жирно, но концепция этого инструмента я вам могу сказать, что не следует от него ожидать, что это полноценная рабочая станция. То есть концепция этого синтезатора в том, что вы можете его взять с собой в дорогу, инструмент очень творческий, вы можете поймать идею на лету. Он работает, кстати, 16 часов от батареи, поэтому рейс Москва-Нью-Йорк пролетит незаметно. Вы можете записывать материал на ленту. Ну, например, сегодня у меня проблема с точностью игры, поэтому я могу сыграть не очень ровно, но... И создавать вот какие-то такие рисунки на лету. Окей, сделаем вот так. Как слышно, здесь нет никакой квантизации. Как я говорил, здесь внутри встроен, по сути дела, ленточный рекордер, но в цифровом исполнении. Однако здесь нет квантизации, как вы сыграли, так все и будет звучать. Другой вопрос, что, конечно же, никто не идеален, и поэтому компания Teenage Engineering встроила в это устройство несколько замечательных секвенсоров. Один из них — это секвенсор Finger. По сути дела, это такой арпеджиатор, где вы можете запрограммировать какие-то свои... Свои, скажем, рисунки. Ну, например... Сейчас найдем... Какой-нибудь... Ну, например, так. И, например, записать уже ровно, непосредственно на ленте все с квантизацией. Раз, два, три, четыре. Отмеряем четыре такта, чтобы у нас был ровный лук. О, окей. У меня тут уже было много всего записано, было очень много демо, поэтому найдем пустое место. Здесь у нас пустое место в рекордере. Окей. Окей, еще раз. Так, отмеряем четыре такта. Раз, два, три, четыре. Поехали. Ну, например, так. И уже получился такой ровный лук. То же самое можно сделать и с барабанами. Например... И так же записать на ленту. Допустим, несколько хетов. Ну, допустим, как-то так. Можем добавить баса. Ну, вот неплохой, кстати, бас такой. Окей, запишем ее на другую дорожку ленты. Таким образом вы можете сделать луп, находясь в любом месте, вместе с вашим Teenage Engineering OP-1. Но это еще не все. Как я говорил, здесь есть встроенное радио. Вы можете также сэмплировать, используя OP-1 в качестве сэмплера. Например, включим сэмплер. Да. Можем включить... Сори. Потому что у меня здесь был включен встроенный микрофон. Можем найти... Ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Окей, прогресс погоды. Давление 751 миллиметра. Ротуховая столба. Давление высокое. Влажный 42% облачного. Окей, отлично. Кстати, не исключается... Отлично, это нам подойдет. Ну, давайте запишем немного. Ветер дует небольшой в некоторых районах столичных. Завтра в Москве без осадков. Целый день будет ясно. Окей, ясно. А, окей, минута. Минуту. Завтра в Москве без осадков. Целый день будет ясно. Завтра в Москве без осадков. Будет ясно. Ясно. Можно уже делать какие-то такие интересные ремиксы. Например, возьмем еще... Окей, сделаем так. Окей, секунду. Так, нам нужен четкий луп. Ясно. Ну, можно уже... Ну, таким образом можно записывать также интересные лупы, сцемплируясь с радио или сцемплируя со встроенного микрофона teenage engineering. Что еще здесь есть? Здесь есть в настройках микшера различные эффекты, фильтры, которыми вы можете обрабатывать весь микс. И в конечном итоге, когда вы записали уже какую-то композицию на ленточном магнитофоне, вы можете создать из него один готовый трек, который вы сможете потом в дальнейшем импортировать в вашу цифровую рабочую станцию. Прибор очень творческий, вы можете его посмотреть на нашем стенде, покрутить. Если у вас будут какие-то вопросы, спрашивайте. Спасибо!